Продолжение следует... Я вас всех поздравляю с наступившим Новым Годом, наконец-то. Неважно, какая погода, но все-таки Новый Год и начало такое уже окончательно разворачивающаяся, рабочая такая ситуация у нас началась. И сегодня первое заседание нашего клуба в 2022 году уже. О чем мы сегодня в тему увидели? Мы хотели сегодня поговорить о том, как разговаривать об оценке, как презентировать оценку. Это основная тема наша. И я буду фасилитатором обсуждения. У нас будет работа в малых группах, обсуждение в большой группе. Алексей включится где-то там с содержательным небольшим наступлением в начале и в середине. А так мы вообще-то надеялись, что сегодня мы будем вместе разговаривать и обсуждать и ваш собственный опыт, и наш опыт, и какие-то для себя выделим вещи значимые. И приглашаем вас активно участвовать в этой работе и задавать вопросы обязательно. Это самое главное. Получить можно многое от таких встреч, с моей точки зрения, но если быть активным. Давайте начнем. И для начала небольшое введение в тему будет. Я попрошу Алексея начать. Спасибо вам. Коллеги, введение действительно будет очень небольшое. Я просто хотел сказать об истории вопроса и, наверное, поделиться двумя такими, рассказать о двух ситуациях. Первое – это вообще откуда идея появилась, когда недавно заканчивался проект «Ступень эффективности», в котором многие, ну, по крайней мере, несколько человек из присутствующих здесь участвовали. Это проект, который реализован был и над центром новосибирским, и мы участвовали в нем тоже. Когда проект заканчивался, у нас был завершающий вебинар такой. И тема того, как вообще развивать оценку в своем регионе, в своем городе, она возникла естественным образом. И в связи с этой темой, естественно, возник вопрос, как про оценку рассказывать. И мы как-то сразу подумали, что это хорошая тема для клуба, потому что, в частности, потому что здесь вряд ли могут быть какие-то однозначные рецепты, и что вот прям вот так вот бери, действуй по алгоритму, но какие-то соображения могут быть важны. Я думаю, вот наш совместный опыт здесь очень здорово может пригодиться всем присутствующим. То, что мы наработаем, мы опубликуем, конечно, тоже. И второй момент я хотел сказать, что вообще-то тема эта неожиданным образом для меня была озвучена несколько лет тому назад на одной из конференций международных. Это в Штатах была, Американская ассоциация оценки. Я, значит, там была буквально такая сессия, которая примерно так называлась, как рассказывать об оценке. И я неожиданно для себя обнаружил, что это тема исследований. Там было три аспирантки, которые пишут, значит, диссертации на соискание ученой степени, доктора философии. И тема их исследований – это как вообще народ рассказывает об оценке и как лучше рассказывать об оценке и так далее. Но я смутно помню, что там было. Ну, в малых группах я там, когда будем работать, я, может, немножко поделюсь. Сейчас не хотел занимать общее время, а просто хотел сказать, что, конечно, важно, если для нас важно и интересно развивать оценку, как-то продвигать ее, то то, как мы об этом рассказываем, это очень важно. И, конечно, я бы предложил, может быть, сегодня не обсуждать такую презентацию для лифта. Знаете, как говорят, что надо уметь рассказать, пока в лифте едешь. Вот я бы не стал в такие жесткие рамки нас ставить, потому что все-таки обычно у нас больше времени, чем поездка в лифте для рассказа. Хотя презентация для лифта, может быть, тоже не лишняя. Все у меня, спасибо. Давайте мы откроем общее обсуждение, групповое. Несколько вопросов будет сейчас такой для затравки и для обсуждения. Ну, давайте первый вопрос. Вспомните, может быть, в каких ситуациях вам приходилось рассказывать об оценке, если приходилось. Ну, может быть, перед кем-то там задача стоит, и он готовится к этому. Но, тем не менее, вот в каких ситуациях приходилось. Неважно, там, большие они были, маленькие, неважно, кто был адресатом пока. Просто поделитесь. Я запишу, Володь. Да. Я могу начать. Да, пожалуйста. Я сейчас как-то обратилась к своей памяти, не так уж и часто приходилось, но все, что вспомнила, это были либо какие-то встречи единомышленников, ну, например, вот там вместе мы со СЦПУИ что-то проводили, да, с нашим Сибирским центром поддержки. И мы рассказывали, да, какую оценку мы проводили, да, какие-то результаты. Либо это уже мы представляли результаты с целью продвижения проекта. Вот у нас была внешняя оценка программы, влияние программы нашей. И мы вот результаты эти представляли, ну, как мы их называем, тем партнером организации, которые могли бы заинтересоваться нашей технологией. Мы вот в таком ключе это презентовали. Результаты были хорошие, ну, влияние, да, было отмечено, что программа позитивно влияет, поэтому презентовать было легко. Интерес вызывался. А еще вспомнила, что у нас был такой фестиваль каких-то образовательных или там просветительских технологий в Новосибирске. То есть это город прям проводил, мы писали заявку на участие, у нас было там помещение. К нам люди сами записывались, да, чтобы послушать нашу презентацию, да, вот у кого вызвало это интересы и приходили вот на нашу презентацию. Вот такой опыт был очень интересный. Мы просто даже не знали, да, кто придет, сколько человек придет. Просто вот готовились к такой презентации. Вот был такой опыт. Лена, а сколько времени у вас это занимало? Вот. Ну, что именно? Какой по продолжительности был этот рассказ в итоге об оценке? Ну, разные. Бывает и там минут 10 у тебя есть на выступление. Ну, а вот, допустим, на Интегре мы выступали, у нас там было прям 3 часа. Такое прям большое такое мероприятие с интерактивом, мы там вовлекали участников. Вот. Вот такое. Ну, вот, да, спасибо. Валентин Долгополова пишет, когда участвовал в конкурсе фонда президентского гранта в 2019 году, и Юлия Богданова хотела, да, продолжить. Пожалуйста. Юлия, вы просили Богданова слово. Микрофон только надо включить. А мы слышно или нет? Да, только почему-то микрофон... Прерывается немножко. Алло? Не, не слышно. Не слышно. Да, что-то зависает. Ладно. Я быстро добавлю. На конференциях и на округлых столах приходилось. Продолжительность выступлений разная. Можно я? Да, Ирина, пожалуйста. Да, добрый день. Привела себя в порядок, кофе убрала. Да, это могу говорить. Значит, я немножко как бы в историю. Я работала же еще при Украине, директором учреждения. И у нас, в общем-то, тогда началась внедряться оценка. Это был 10-й, 11-й, 12-й год через Христианский детский фонд. И плавно она вошла через ЮНИСЕФ именно в бюджетные организации. И вот в то время я как бы начала... Сначала мы очень боялись, потому что госслужащие нас будут оценивать. Оценивать больше десятка программ. Но со временем как-то так вот я ощутила, что это помогает в работе. И вдруг, так сказать, ну, пройдя вот с 2014 года много чего, я в 2019 году встречаю как раз вот новосибирскую рассылку о том, что... Да, советский выход. А я уже на пенсии. Вы мои книги включаете, если вы не переносите. Надо микрофончик у Юлии выключить. Сейчас мы выключим. Смотрите, про... Юля, подождите. Юль, да, не слышно, Юль, подождите. А у нас уже идет выступление просто. Мы ждали, когда подвиснет. Да. Ирина, пожалуйста. Вот. И уже будучи на пенсии, я вошла в работу некоммерческого сектора. И когда встретила оценку, конечно же, мне стало очень интересно. В общем-то, сама оценка некоммерческих организаций, потому что, как бы, я, ну, полностью посвятить себя решила некоммерческим организациям. Для меня вот это стало, ну, поворотным моментом. То есть я, наконец-то, получила практический инструмент, в общем-то, возможности проводить оценку и на конкретной организации. И вот сейчас у меня, ну, очень хорошее отношение, член общественного совета департамента внутренней политики, и я уже убедила людей, что, в общем-то, надо заниматься оценкой. И сейчас мне надо им донести, чем она будет полезна. С 2014 года, конечно, у нас идет период становления многих организаций, захода многих организаций, увеличение суммы, в общем-то, я даже не знаю, какие регионы могут похвастаться. У нас 40 миллионов идет на поддержку некоммерческих организаций в год. 20 миллионов наших, 20 миллионов, значит, с фонда президентских грантов. И вот после того, когда был в этом году конкурс, особенно, все столкнулись с тем, что надо дать поддержку тем организациям, которые хотят становиться. Вроде прослеживается поддержка развития социальных услуг, вроде бы понять, куда двигаться надо, вообще непонятно сейчас. И на последнем общественном свете встал вопрос, что заявки, которые подаются, ну, как бы, ну, ну, понятно, да, вот, в каком качестве они подаются. Что с ними делать? Встал вопрос. С заявками, куда двигаться, какие направления, как бы, выбирать. Ну, и вот сейчас, ну, ждут от меня выступления. Я, как бы, ну, свою программку сделала, презентацию сделала кое-какую. В общем-то, я выхожу с интересов, конечно же, ну, основа – это интересы бизнеса. Куда выкладываем деньги, что мы получим. Ну, вот, как бы, вот такое мое ретм, с чего сейчас, как бы, я бы хотела, конечно же, донести. Конечно же, затронутся интересы и государственного сектора здесь, потому что, если мы продвигаем какие-то идеи развития социальных услуг, они должны идти в контексте бюджета, вот, они не могут, так сказать, идти сами по себе. Ну, вот, вот в этом хочу, как бы, так сказать, поработать. А, Ирина, спасибо. Я чат озвучу. Сейчас Женя Алексеевна писала, что часто делала презентации по оценке для разных аудиторий, обычно от 30 минут до часа в рамках тренинга по информационных кампаниям. И Надежда Рождественская рассказывала в вузах, в результате получалось всегда от обратного. Вот тоже интересно. Не о том, что оценка есть, а то, чем оценкой не является. Вот, тоже интересный опыт. И Лариса Пельгун слова просила. Пожалуйста. Мне приходится рассказывать, что такое оценка, как ни странно, во время каждой оценки. Потому что, когда я обращаюсь к, ну, предусматривается, естественно, интервью, нужна обратная связь о проекте. И когда я прихожу с целью оценки или в организации, или к представителям местной власти, или к каким-то партнерским организациям, каждый разговор начинается с того, что я рассказываю, что такое оценка, почему я здесь, почему, вот, зачем надо вот это общение. То есть, ну, во время оценки рассказываю, что такое оценка. Ну, и, естественно, об оценке... А, ну, длительность вот этого разговора, это, там, две-три минуты, стараюсь уложиться, потому что время на интервью, естественно, всегда ограниченное. Но иногда бывает так, и вот каждый раз все чаще и чаще, что после интервью люди просят рассказать более подробно, что такое оценка, где об этом можно почитать, в каких мероприятиях поучаствовать и где этому поучиться. Есть даже очень-таки заинтересованные люди. И, естественно, об оценке рассказываю во время тренинга. Ну, конечно же, время времени, там, вот несколько часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько нас пригласили. Ну, то есть, где-то вот так. Это интересно, вот то, что Алексей просил, говорит, давайте не будем как бы рассматривать ситуацию в лифте, да. Но мне кажется, когда начинается интервью, и время ограничено, и нужно как бы войти в это интервью, это как раз вот та ситуация еще, по-моему, покруче, чем в лифте, да. Потому что там точно очень короткое время, и вот эта ситуация точно похожа именно на объяснение при оценке. Да, особенно, когда это дистанционное интервью, то есть онлайн-интервью. Да, сейчас это сложнее. Да, если живое, то как-то еще попроще. Но если вот онлайн-интервью, то время ограничено, и приходится очень быстро объяснять, что такое оценка, и почему я вот людей мучаю своими вопросами. Ну, да. Юля Богданова еще. Да, я попробую, да, Юль, давайте попробуем сейчас вас послушать. Просто не было слышно совсем. Итак, мы говорим о том, в каких ситуациях приходилось рассказывать об оценке, кому, при каких обстоятельствах, сколько времени это занимало. Юль, сама включи микрофон. Да, микрофон не включен. Микрофон включен? Сейчас включен, да. Ничего не слышно пока, Юля. Да, ну, связь плохая, там явно зависает изображение. Нет, наверное, не получится. Не получится. Кто-то с интернетом, скорее всего, Юля. А у меня можно вопрос-то к Наде Рождественской? А как это так? А мне тебя слышно сейчас? Слышно? Да. Вот, заработало, заработало. Все равно не слышно. Слышно, Юля, слышно? Говорите. Не, Юля, вы знаете, слышно так, что прерываются и куски слов только. Невозможно совершенно понять, что вы говорите. Вообще невозможно. У меня был вопрос к Надежде Рождественской. У нас-то вопрос был, как мы рассказываем про оценку, да? А как это выглядело, когда вы рассказываете? Что-то почему-то не слышно. Ну, окей. И сейчас? Нет, Юля, не получается. Давайте в чате лучше. Давайте чат использовать. Иногда, если не получается, со звуком. У меня к Надежде Рождественской вопрос. Мне, честно говоря, жалко. Я лучше напишу в чат тогда, раз не слышу. Да, да. Надежда, можете два слова сказать? Мы задали вопрос, как вы рассказывали про оценку, а вы говорите, приходилось рассказывать не про оценку, да, наоборот? Нет, Володя, мы задали вопрос не как рассказывали про оценку, а в каких ситуациях. Это другой вопрос, да. Пока мы не дошли до того. Дело в том, что у нас в ВУЗах просто междисциплинарное взаимодействие. Я заметила, что если человек специалист в каком-то конкретном вопросе, например, специалист по инвестициям, он говорит, о, круто, оценка – это про инвестиции. Я говорю, нет. Другой специалист по управлению процессами говорит, о, оценка – это про управление процессами. Я говорю, не, 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 ну, то есть, очень было, ну, странно мне, по крайней мере, да, что, ну, как бы, трудно, комплексно рассказать, и очень приходится отталкиваться от бэкграунда того человека, с которым ты в данный момент разговариваешь. Спасибо, да. Есть еще кто-то, кто мог бы поделиться опытом? Можно у малых группах проводить, если что-то. Да, Лена, Лена, пожалуйста, Лена. У нас недавно с Мариной Михайловой был интересный опыт. Мы были на ретрите в Стополе, и первый раз, наверное, это было очень, ну, как бы, немножко так забавно. То есть, в том плане, что мы, по-моему, давно не встречали людей, которые вообще ничего не знают, что проводится оценка проекта, программ в некоммерческом секторе. И тоже у нас, честно говоря, было немножко тоже такой ступор именно по поводу того, с чего начать, вот, когда люди вообще говорят, а что такое, это благотворительный фонд, довольно крупный, который ведет много очень программ, занимается там, детьми с онкологией. Вот, и это было довольно странно. Я вообще поняла, что надо, наверное, для себя делать такую заготовку прямо. Но хотя я соглашусь с Традией, что очень часто нужно отталкиваться от того бэкграунда, который у человека, в принципе, есть. Потому что все-таки здесь мы, как бы, сразу, ну, все-таки перешли на то, что, ну, в некоммерческом секторе это вообще полезно, что вы смотрите, какие изменения у вас произошли в связи там с вашими действиями. И это там, ну, очень полезно еще для того, чтобы привлекать определенный бизнес или, ну, как бы, показывать ему результативность вашей деятельности. Но это вот было так забавно. Хорошо. Мы сейчас предлагаем перейти поработать в малых группах. У нас новая тема следующая. Да, так, немножко мы разморозили, да, эту тему. У тех, кого был опыт особенно, вспомнили и как-то даже о проблемах сказали, и о том, что это разные аудитории могут быть. Мы хотим вам предложить следующее. Разбиться на малые группы. Но это случайным образом будет. У вас выбора не будет. Будет выбор только у модераторов. Будет три группы. И мы хотим задать такую ситуацию, что вам приходится рассказывать, ну, представьте ситуацию, что вам приходится рассказать об оценке, но представителям разных аудиторий. И первая малая группа, в которой Алексей Кузьмин будет модератором, она будет рассказывать представителям бизнеса. Вы сами можете представить, кто это. Ну, скорее всего, в ситуации НКО это потенциальные доноры, да, там, или партнеры по реализации проекта. Во второй группе модератором будет Павел Панин. И там в ситуации будет разговор с представителями властей. Ну, вот Ирина Новикова говорила, да, что там, вероятно, придется недавно, в скором времени, да, это делать. Давайте представим, что это представители властей. Каким-то образом есть необходимость почему-то сами можете задать ситуацию, рассказать об оценке. Вот, а в третьей группе модератором буду я, и там у нас будет разговор с некоммерческими организациями, да. Ну, тоже мы попробуем придумать какую-то ситуацию и рассказать. Итак, что нужно будет сделать, что обсуждать в малых группах? Вам нужно будет обсудить, как наилучшим образом рассказать об оценке вот с учетом потребностей вашей целевой аудитории. Какие-то рекомендации, идеи, советы нужно будет в малой группе обсудить, а потом будет выступление от малой группы. И надо представить общую логику, основные составляющие такого выступления компактно будет. Да, и может быть какие-то рекомендации там, особенности такие, с учетом вот специфики аудитории. Хорошо, я попрошу Павла, да, фонд Гарант нас разделить сейчас. Так. Нас выбросило, мы не все успели договорить. Сейчас Алексей вернулся, да. Сейчас вернутся. Я здесь, Володя, я здесь. Да, я вижу. Мы вернулись, да. Мы, наверное, дольше держались. Вряд ли. Хорошо. Машина, она же не понимает. Да, я подозреваю, что разговор в малых группах был очень разный. У меня есть такое подозрение. Ну, давайте мы с бизнеса начнем, раз уж я назвал первую группу, Алексей. Хорошо. Я, коллеги, тогда вот тут заметки выведу на экран, чтобы всем видно было, и кратко пробегусь по ним. Тут довольно много всего, и я не буду все подряд читать, но несколько основных моментов. Первое, о чем мы говорили, это заход. Да, какая ситуация? Ну, может быть, ситуация, когда конференция, на которой есть представители бизнеса, например, конференция ведомости, или ситуация, когда у бизнеса клуб какой-то, и пригласили выступить на клубе по этой теме. Значит, первый важный момент, о котором по-разному несколько раз сказали, это как зайти в тему оценки. И общая идея такая, что нужно отталкиваться от чего-то, что для бизнеса знакомо и важно. И номер один, это было названо вот ESG, экология, социальная ответственность и корпоративное управление, и цели устойчивого развития. Это один трамплин, с которого можно войти вот в разговор о теме оценки. Можно отталкиваться от программ социальной ответственности бизнеса, потому что, раз они пришли про оценку послушать, наверняка это связано как с корпоративной социальной ответственностью. Можно попробовать заходить через стандарты ISO, управление социальным воздействием и так далее. И также еще была идея у нас, что можно отталкиваться от функции управленческого контроля. Не просто контроль, да, как инспекция там, а именно управленческий контроль. И это такое понятие инклюзивное, и по идее оценка туда хорошо вписывается. Можно сказать, что это одна из разновидностей управленческого контроля. И последняя идея была насчет захода – это через этические стандарты и кодексы, которые имеются у компаний. И получается так, в какой мере программы, которые мы реализуем, соответствуют нашим кодексам и стандартам. Особенно это важно для корпоративных волонтеров. Если говорить о содержании, то важно объяснить, что есть много подходов, что это не столько для пиара или не только для пиара, а для того, чтобы принимать управленческие решения обоснованные. Что в содержании также было бы очень выигрышно включить какие-то примеры на проведенных оценок, желательно вот в среде бизнеса. И, может быть, также назвать бизнесы, которые этим активно занимаются, сказав между делом о том, что даже в России есть премия специальная для бизнесов, которые оценку своих социальных программ проводят. И вот три бизнеса, которые в этом году получили премии – это такие-то и такие-то и такие-то. Вроде бы все основное я назвал. Вопрос можно? Для меня такая тяжелая ситуация в этих рекомендациях. Я просто хочу спросить. Я объясню, почему. Ну, а если я ничего не понимаю, в ССЖ, в ЦУРах, КСО, тем более ИСО 9000. Вот, получается, что как бы вообще заходов нет никаких. То есть, ну, как я понимаю, здесь заходы, отталкиваясь от той повестки, которая есть среди бизнеса, какие-то модные темы, актуальные, ну, не модные, актуальные на сегодняшний момент. Но, получается, как бы вообще другого захода-то и нет. Трудно. Вот какая-то безысходная ситуация, честно говоря. Можно я его заражу? Да, 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 да. Просто дело в том, что все вот эти вещи, там, ИСО, там, то, что вкладывается в ИСЖ и так далее, это некий здравый смысл, описанный просто какими-то словами. Вот. И все то же самое, все, что в этих документах написано, можно рассказать совершенно обычным человеческим языком. Для этого не надо вникать в ИСОшные стандарты. Они же, ну, абсолютно человек любил. Да, делай все время лучше, делай качественно, люби своих партнеров и нормально сотрудничай. Вот тебе ИСО 9000. Нет, это все больно. Ну, вот. Анатолий сейчас скажет, Володь. Я просто хочу обратить внимание, вот Юль Богдановна тоже, мне кажется, меня поддержала, потому что она пишет, говорит, что, ну, это вообще общие планы, они, параметры, они не особо дают понимание узкого воздействия. Ну, вот, в общем, мне кажется, она поддержала в чате, что это такое. Наверняка. Да. Анатолий, пожалуйста. Да, да, она поддержала, на мой взгляд, тоже. А у меня, Володя, вопрос, а с кем ты разговариваешь в этот момент? Кто этот человек, который не знает ничего о том, что ты описал? И я начал сразу портрет рисовать. Я подумал, что вот все вот это может не знать, например, там, собственник бизнеса, то есть вышел на самый высокий уровень. Не, не, не. Это я сам не знаю, как оценщик, отталкиваясь от этого. Тут я говорил про свои сложности, что я про это вообще там. Понятно, ты не сложность слушающего. Поэтому, в принципе, как бы для оценщика, для топ-уровня я бы согласился с надеждой, что нужно рассказывать как раз простыми словами очень здравый смысл, вот, отталкиваться от него. А если сам не знаешь, то не знаю, что с ним делать. Толь, ну, я знаю, надо домашнюю работу делать, потому что если ты совершенно не понимаешь, в каком мире находится твой собеседник, то риск огромный, что ты останешься в своем мире, собеседник в своем, и сигнал не пройдет совершенно. Соглашусь. Ну, я просто опасаюсь, что можно запутаться. Как бы, вот, мне позиция Надежды Рождественской, она более сложная, да, вот, как это сделать простыми словами, но она мне более близка, потому что... С чем что? Ну, чем разговор, заход от ИСО, я все время в таких ситуациях боюсь какую-нибудь глупость сморозить. А ИСО тоже Надежда Рождественская предложил? Ну, тогда у меня тупиковая ситуация. Владимир, мне кажется, что в нашей ситуации последнее дело – это бояться, опозориться. Спасибо. Надо этим наслаждаться, надо не бояться. Потому что бизнес всегда может тебе рассказать что-то для тебя новое, и это будет прекрасно. У вас взаимодействие возникнет в этой точке. Я слышал, лозунг слышал «Слабоумие и отвага». Марин. Да, это наш любимый лозунг, но мне кажется, что здесь нет никакого противоречия, с Надеждой соглашусь. И мы там писали, что тем, у кого эти слова есть в обиходе, можно с этой стороны заходить. А на самом деле мы еще там предлагали через клубы идти, где бизнес про свои всякие внутренние дела разговаривает и про свои проблемы. И на самом деле любой, даже самый маленький бизнес так или иначе благотворительностью занимается. И для них, я приводила пример, что мы, когда участвуем в работе бизнес-клубов, мы там вставляем свои пять копеек и рассказываем, особенно когда эта тема возникает. И потом, вбросив хотя бы небольшую информацию, представители бизнеса говорят, что это оценивать можно, а можно тогда про это поподробнее. И здесь вот вопрос то, что забрасывать идею можно через разные форматы на очень простом языке, но иногда для них как раз вот эти умные слова, и это опять же даже с региональным бизнесом очень видно, они прям ведутся и готовы слушать именно умные слова. Вот им там ESG скажешь, а что это такое, и через это можно в том числе и про оценку рассказывать. Потому что, ну, как бы такая попытка быть сопричастным к каким-то новым трендам в бизнесе, про который они, может быть, даже не знают. И тогда тебя слушают как эксперта. Да, сейчас я, Леш, тут есть Лариса замечание, но мне кажется, оно вот к моей группе относится, ну, к НКО. Я бы университет туда отнес, не про бизнес. Обязательно вернемся к этому. Вот. Да, и, Леш, что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что у меня здесь есть ассоциация, вот в таких ситуациях есть определенная ассоциация с продажами. Ну, если мы поставим продажи в кавычки, а про продажи очень много известно. И, в частности, есть там какой-то цикл продаж, да, который начинается, естественно, с установления контакта. Важный второй шаг – это когда при продаже надо понять потребность человека, а потом уже делать презентацию продукта или услуги, да. И если мы потребности не понимаем, то, конечно, риск есть. И я здесь тоже с Юлей соглашусь, потому что, ну, допустим, это региональная, вот ситуация регионального клуба бизнеса. Мы приходим, начинаем вещать там про ООН, там цели какие-то устойчивого развития. А ребята вообще не особо в теме, и они про другое. И, конечно, очень важна вот настройка какая-то и понимание, где, какой заход будет наиболее адекватным. Вот все. Ну, а я бы еще обратил внимание вот на последний комментарий Юлии Богдановой. Ну, вот как я понимаю, с бизнесом еще одна сложность есть какая. Ну, если представители власти, я не буду сейчас у Павла занимать хлеб, да, у группы, ну, и у НКО, но все-таки они в социальной повестке, да, там чаще всего мы имеем дело с властями, но с НКО вообще как в социальной повестке. Здесь вот еще есть одна сложность. Да, ССЖ – это повестка хорошая, но там есть нюансы, связанные с социальными проектами, с целевыми группами, там, с проблематикой определенной и так далее. И есть большое желание бизнеса, как бы, ну, выглядеть хорошо. Хотя иногда такие проекты имеют дело с тяжелыми очень проблемами, да, там, ну, если там на уровне ССЖ говорить, вот бедность, например, да, там до сих пор определений, мы про определения спорим, что такое бедность вообще, да. И, как бы, ну, в общем, здесь есть сложности, вот, вторая сторона, да, кроме таких вот, ну, тем, понятных бизнесу, но есть одна очень большая непонятка с содержанием социальных программ, а это, конечно, с оценкой связано. Хорошо, давайте мы остановим на полувзлете, да, разговор о бизнесе. И я попрошу Павла теперь представить, Павла Панина представить, ну, результаты обсуждения, вот, разговоров с властями, да, разговоры с властями. Да, в нашей группе есть пять основных тезисов, которые сейчас расскажу. И все тезисы относятся по большей части к доказательному подходу, чтобы власти доказать, что оценка на самом деле показывает, что куда было потрачено, кому было полезно, кому было не полезно, это тоже очень важно. Оценка как процесс помогает вести практику вот этой доказательности в социальные программы, то есть в социальные меры поддержки на территории. Оценка показывает конкретный вклад в развитие территории, как положительные, так и отрицательные моменты, это очень важно тоже понимать. Оценка как инструмент обоснования стратегии поддержки социальных проблем на основе социального воздействия. То есть здесь мы касаемся вот этой самой разработки на долгие годы вперед. Почему мы это будем делать, а почему это не будем делать, чтобы это было обоснованно и осознанно. При подаче заявок на субсидии организации включают в свои заявки блок оценки предыдущих своих проектов, чтобы тоже повышать профессиональный уровень организаций. И оценка как инструмент для обоснования вклада тоже в национальные проекты, и как в этом плане выглядит сам регион в общей картине страны. И вот эта вот конечная цель этого разговора должна быть понятна и прозрачна для всех участников этой беседы. Если у участников нашей группы есть добавление, прошу, тоже можно высказаться. Да, интересно, что вот в вашей группе возникла вот эти слова доказательность, да, то есть власти, то есть, ну получается там другое понимание немножко даже, чем в бизнесе. Они про это знают, что это должно быть, да, слышали. Вот это интересно. Пожалуйста, дополнение от участников группы. Марина Евгеньевна всегда горит рука. Да, Сергей, да, пожалуйста. Да, Владимир, да я вот не совсем соглашусь, что власти знают региональные об этом. Вот мы когда начинали рассказывать, ну рассказываем на уровне там министерств своих, об этих подходах, ну мы понимаем, что что-то новое, да, и приходится вот эти материалы им скидывать для дальнейшего, да, и тогда, когда у них что-то вот они прочитали, что это там не наши какие-то там хотелки, задумки, а что это действительно на уровне там федеральца идет, да, тогда вот они, о, да, интересно, надо что-то думать. Поэтому здесь вот, ну я по нашему региону говорю, не все так вот что-то там. Радужно, да. Власти с этим нормально, да. Но, по крайней мере, как я понял, там есть федеральная повестка, например, счетная палата, да, и можно на них ссылаться. Вот мы на них и ссылаемся. Еще один из заходов, что этот подход продвигается. Да, на вот счетную палату, на вэпу с импактами, да, на это ссылаемся, говорим, почему у нас нету, и тогда, да, это какой-то там у них, ну вот, интерес вызывает. Щелкает, щелкает, да. Да, щелкает что-то, да. А, понятно, спасибо, это важное дополнение, что там иерархия есть, которая сейчас усилится и так далее. Еще какие-то, ну вот Юля говорит, что там все время присутствует такая политическая, ну, все время, это тоже, кстати, мне кажется, звучало, важный момент, что, ну, как бы, оценщики стоят в позиции, когда властям нужно что-то доказывать, да, вот, ну, там какие-то, это очень важно, да, что, хотя, с другой стороны, что еще, мне кажется, вот было в том, что Павел перечислил, но еще вот представление о том, что они мыслят масштабные территории очень важно, да, не локальными какими-то вещами, а масштабными территориями, масштабами переноса, и там вот, мне кажется, разговор о возможности такого, ну, масштаба оценивания важен, да, что это вот для территории важно, да, не просто локально для какой-то группы, вот этот момент тоже. Хорошо, да, Леша, добавь, пожалуйста. У меня, наверное, вопрос к тем, кто имеет опыт, у нас есть точно несколько человек, имеющих большое подзаимодействие с властями, по крайней мере, на уровне регионов, у меня вопрос такой, вот, я, может быть, особенно Марину попросил бы, Михаила, он у него откликнулся, и других, конечно, Лену, вопрос следующий, вот, если применительно к рассказам об оценке, имеет ли здесь смысл вскапывать асфальт, то есть разговаривать с теми, кто совершенно не готов слушать, или надо стараться говорить с теми, кто готов слушать? Ну, мне кажется, что вскапывание асфальта – наше любимое занятие. Просто дело в том, что не готовы слушать, потому что на это нет запроса. Но здесь есть риск, если мы не будем про это говорить, то здесь есть риск, что когда запрос появится, он точно появится, глядя на те объемы денег, и он уже появился по факту, то эта оценка может быть придумана таким способом, что по факту это будет не оценка, а бог знает что. И переделывать потом, когда у людей уже сформировалось какое-то понимание, гораздо сложнее, чем заставить их услышать нас в тот момент, когда они не очень готовы нас слышать. Мне кажется, что важно про это говорить, чтобы был какой-то след, что «Ой, мы про это слышали, да, про это говорили». Понятно, что сейчас уже у нас есть инструмент для того, чтобы сказать, почему про это важно слышать. То есть это уж не совсем такой потрескавшийся асфальт уже. Должно вскопаться уже. Но на опережение с властями надо разговаривать. Ну, на опережение, да. Спасибо, Марина. И Лариса, пожалуйста, да, руку. Лариса, руку. У меня большой опыт взаимодействия с властями именно в вопросах оценки. И есть разные ситуации в нашей стране. Первая ситуация – это когда министерство является партнером какого-то проекта. То есть независимо от того, кто реализовывает этот проект, то ли НКО, то ли вот в университетах очень много международных проектов. И министерство есть вот именно партнером. Это одна история. И одна вот история взаимодействия в вопросах оценки. Как объяснять и что делать. Другая история – это когда международные проекты работают непосредственно в самих министерствах. То есть проекты технической помощи. И там предусмотрена оценка. Это другая история. Но есть еще и третья история. Это в законодательстве прописанное требование проводить оценку. Оценку стратегии, оценку политик, оценку, например, качества социальных услуг. Вот недавно появилось такое. И вот с министерства приходит там разнарядка в какой-то департамент провести оценку. И люди, ну, в недоумении, а что это такое. То есть чиновник там читал, не читал, но впервые услышал, что это надо делать, не знает как. Это совершенно по-разному надо в этих всех ситуациях объяснять, что такое оценка. Самое сложное – объяснить, что такое оценка тогда, когда чиновник непосредственно должен это делать. И им изнутри надо построить систему мониторинга и оценки, при том, что они в недоумении. Они же делают столько отчетов, они же вот столько документов и еще какая-то оценка. И когда вот есть какие-то стереотипы мышления у чиновника и ввязать в это всю оценку – это очень сложно. Тогда приходится очень долго работать с одним вот центром социальных услуг в Киеве. Мы работали три года, с разных сторон заходили, пытаясь внедрить в их работу систему оценки. Это еще не было вот разнарядки от министерства, что им это надо делать. Когда пришла разнарядка с министерства, они уже были морально нами подготовлены. И мы наконец-то пришли к какому-то единому пониманию, как вот это можно внедрить в жизнь. Вот такая у нас история. Спасибо, Лариса. Интересно очень такое тоже вот как бы скапывание асфальта на длительной основе вообще. И с учетом разных игроков там в этой системе власти и так далее. Да, готова делиться, если кому интересно, готова делиться больше, более подробно. Спасибо. Спасибо. Да, Леш. Я хотел ответить на вопрос Юлии Богдановой. Она-то у нас без микрофона сегодня, но в чате пишет. Да, да, да. Спасибо, что ты сидишь тоже, да. Да, у нее вопрос такой. Было бы интересно узнать, удавалось ли кому-то удержать в периметре интереса оценки той или иной темы чиновников в течение значительного времени. Есть ли примеры? Вот Лариса кивает сейчас, она скажет тоже. Давайте, Лариса, а я потом добавлю тогда тоже у меня был пример. Да, вот недавно была у замминистра с целью оценки там, ну скажем так, министерство было партнером проекта. И я пришла вот просто спросить замминистра, насколько было вот министерству власти полезной работы неправительственных организаций. После того, как я объяснила, что такое оценка, после того, как мы провели интервью, он очень-таки заинтересовался именно оценкой, как инструментом определить пользу политики. И мы уже более подробно вот это все обсуждали. И он, ну скажем так, он был заинтересован это внедрить на уровне своего министерства. Ну, я продолжу. Юлия, коллеги, у меня пример-то тоже из другой страны будет. Ну, я просто хотел бы тоже рассказать, это важный пример для нас. Дело было в Казахстане, там одному из министерств, которые занимаются взаимодействием с некоммерческими организациями, это в их зоне ответственности, у них возникла в их повестке тема, связанная с оценкой, в частности, оценкой проектов, выполняемых в рамках государственного социального заказа. И это министерство обратилось к некоммерческой организации, они подписали меморандум о сотрудничестве. И на протяжении уже нескольких лет у них развивается взаимодействие, в том числе эта организация некоммерческая помогла там разработать методику, которая была утверждена. А министерство, в свою очередь, стало партнером национальной сети по оценке в Казахстане в проведении конференции по оценке. То есть на протяжении уже нескольких лет развивается сотрудничество, и об этом Джамиля Асанова из Арго рассказывала на одной из наших конференций. Спасибо. Давайте я все-таки немножко скажу про Россию. Я просто сделаю свой комментарий. Мы, конечно, имели такой некоторый опыт, ну, может быть, когда начался конкурс Министерства экономического развития, когда работал еще Артем Евгений Шадрин и Министерство проводило свой конкурс, там, в принципе, ежегодно осуществлялась некоторая оценка, ну, по крайней мере, этой поддержки. Но у нас также был, вот у Сибирского центра, у нас центра мы делали для Хабаровского правительства оценку их тоже, как бы, программы поддержки НКО. Но что, опять же, характерно, ушли люди, которые были в этом заинтересованы, и все, и все это прекратилось. То есть моментально начинает прекращаться там, где уходит заинтересованный человек. Это, по крайней мере, опыт России. Думаю, что практически во всех регионах то же самое. Да, спасибо, Лен. Я вот тоже хотел на это обратить внимание тоже, что это, мне кажется, проблема большая, смена чиновников, да, и, как бы, получается, вроде, что мы имеем дело с государственной системой, а, по сути дела, имеем дело с личными какими, ну, с личной связи, да, то есть какие-то персонали работают и так далее. И, не знаю, вот, с другой стороны, мы говорили о том, что счетная палата начинает трансляцию, да, такой, как иерархии, примеры, вот, и в этом смысле какая-то сложная ситуация. Лариса, у вас рука, вы добавить что-то хотели? Ага, хорошо. Ну, давайте, там, заслушаем нашу группу, третью, про НКО. Вот, я сейчас тоже сделаю демонстрацию, запись такую, у нас как-то получилось по-особенному. Видно, да, сейчас то, что написано? Вы знаете, у нас как-то, ну, мы не стали рассматривать, мы начали с ситуаций каких-то, и у нас такие зубры были опытные все в группе, с разным опытом, но с большим опытом. И у нас получилось так, что мы не стали рассматривать ситуацию такого обучения или просвещения, но и действительно, мне кажется, с НКО все гораздо проще, да, если есть возможность семинар провести или даже там, ну, хотя бы полчаса есть времени в рамках какого-то семинара, ну, тут особых проблем не возникает. Но вот мы рассмотрели две ситуации, которые часто встречаются, по мнению коллег. Ну, первое, вот есть заказчик НКО, может быть, это фонд, который получил финансирование из каких-то источников, крупный, ну, оператор программы, вот так можно сказать. И у них в требованиях этой большой программы есть проведение оценки, и они, по сути дела, вроде являются заказчиками этой оценки. Но сами ничего про оценку не знают. Ну, просто когда-то получили грант, внесли требования, там, согласились с этим и так далее. Вот. И ищут консультантов для проведения оценки. И у нас как бы ситуация такой встречи, да, вот первые, да, консультанты. И понятно, что вроде они заказчики, а разговор традиционно как с заказчиком трудно начать, потому что ощущение, что люди не понимают. И иногда стесняются этого и так далее. Неудобная ситуация. У нас вот таких, тут три рекомендации было, три группы рекомендаций. Первое, это вообще-то использовать, ну, как бы аргументы, зачем оценка нужна. Ну, например, описать позицию донора, да, вот откуда она возникла. Вот есть донор, да, который там профинансировал эту большую программу, вы как оператор. И как бы вот давайте встанем в позицию донора его потребности. Это первый вариант. Ну, второй вариант, тоже традиционный, объясняется в том, что оценка – это всегда ответ на вопросы. То есть большая программа, да, в ней много чего происходит, и далеко не всегда понятно, что происходит и к чему это пришло. И в этом смысле оценка отвечает на вопросы. Или третий, по поводу будущего развития этой программы, да, что нужно принимать решения управленческие, там, для вас это важно, и мы тоже оценка может помочь. Вот. Другой вариант – это примеры. Просто рассказать пример, как это делалось раньше, и к чему это привело, зачем это делалось и так далее. Вот. Но еще очень важное добавление такое эмоциональное, что разговор важно вести аккуратно. Ну, люди неуютно себя чувствуют, являясь заказчиком, не особо понимают, что такое оценка, да, и зачем она нужна. И в этом смысле вот заход такой может быть, так вы же каждый день этим занимаетесь, вы же управляете этой программой, вы получаете информацию, да, вы рассматриваете отчеты, там, грант получателей и так далее, и так далее. Второй вариант – это когда, ну, то, что вот Лариса говорила в общем обсуждении, когда ты являешься объектом оценки, к тебе приходит оценка, да, НКО, приходит оценщик, да, и ты вроде связан обязательствами, там, перед донором, перед заказчиками, и ты вынужден в этом участвовать. И вот здесь мы на самом деле рассмотрели одну ситуацию, что, ну, общее место такое в такой случае, что люди, ну, даже не особо разбираясь, что такое оценка, они в любом случае готовы приукрасить, то есть они настроены на то, чтобы выдавать информацию только о позитивных сторонах, вот. И, ну, в этом смысле, вот тоже совет такой, что, конечно, цель оценки важна доносить, что оценка – это всегда развитие проекта, это качество проекта, и в этом смысле снимать вот эти, помочь снять эти страхи перед тем, чтобы делиться какими-то неудачами или тем, что не получилось. Ну, вот так у нас. Две ситуации мы рассмотрели, это все. Есть вопросы, да, вот, пожалуйста. Сергей, я видел руку, поднял. У меня не вопрос, я бы хотел вот о своем опыте, как его рассказать. Ну, не про оценку, про мониторинг, то есть это в течение проекта. Значит, у нас вот мы сейчас распределенно работаем, ну, то есть команда распределена, и мы что сделаем, делаем уже по нескольким проектам, вот такую, ну, даже не только для команды, вообще в общедоступном формате, в интернете выкладываем там, ну, дашборд такой с основными показателями проекта, что выполнено, сколько там, ну, по ключевым показателям. И я заметил, что вот мне, как руководителю проекта, стало намного легче работать с командой, то есть все видят, все могут в любой момент зайти и посмотреть, где кто там отстает или где у нас какие-то узкие места там. И мы еще вот, кстати, вот проводим, ну, постоянную обратную связь собираем там от наших благополучателей, родителей, да, через Google формы. И то же самое их в интерактивном режиме, ну, они там же публикуются в этом же месте, то есть сразу видна и обратная связь. Ну, вот я с точки зрения, как внутреннего пользования для мониторинга, для выполнения, реализации проекта. Ну, да, для НК очень важно, для НК очень важно понимать, какую пользу эта оценка им принесет. Вот это очень острое ощущение. И, ну, открытость может помочь. Я еще хотел напомнить про там Ларису Пельгун было замечание по поводу университетов, и я отнес к этому. Ну, вот я с своей стороны могу сказать, что, наверное, ну, да, я согласен с тем, что Лариса сказала, что оценка там, для них это всегда контроль. Им очень трудно объяснять о пользе, да, то есть, вот. Но я бы еще сказал про оценку, про университеты. Там, с другой стороны, есть некоторое такое противостояние оценщикам. Ну, там же тоже исследователи часто есть, да, социологи. И тут какой-то вот особый разговор в объяснении, что такое оценка, потому что, ну, есть представление о том, что оценка – это то, чем занимаются социологи в чистом виде, там, исследователи и так далее, и так далее. Вот, хотя я не буду сейчас про различия, но и здесь какая-то, ну, я не знаю, конкуренция, что ли, ревность и какой-то особой, есть сложность в особом, ну, таком пристальном взгляде на оценщиков. А что вы делаете? Вот, мне кажется, здесь очень важно, а да, что важно в разговоре, ну, мне кажется, важно настаивать на том, что оценка – это особая вещь, и о ее задачах, не то чтобы конкурировать, а говорить о ее задачах, о том, как она применяется и так далее в рассказе об оценке. Но иметь в виду, что тут есть пересечение для людей, которые исследованиями занимаются, мне кажется, это очень важный момент. Да, Ларис, пожалуйста. Я, два, две последние оценки были связаны именно с работой университета, и для меня было очень много открытий. Первое, ну, университеты, даже несмотря на то, что давно работают с международными донорами, участвуют в международных проектах, таки не знают, что такое оценка, долго объясняют, ну, каждый разговор начинается с довольно-таки долгого разговора, что такое оценка, потому что это же преподаватели, они пытаются уже глубоко разобраться сразу с первых слов. Но что там есть, вот какие сложности? Первая сложность – это та, что, как я уже писала, инструменты для оценивания университетов, их участия в проектах, должны разрабатываться отдельно, то есть обязательно должна быть триангуляция, потому что, с одной стороны, они боятся, что это контроль, и вот такой есть вот страх что-то не сказать или где-то приукрасить, и они стараются очень аккуратно в высказываниях, боже упаси, чтобы кого-то не подставить, и часть информации просто теряется. И когда параллельно запускаешь и интервью, и анкета, и еще что-то, где-то ты вот получаешь возможность собрать более-менее какую-то информацию. Если какой-то только один инструмент, ну просто ничего не получается. Второе, что сказали, вот проговорились преподаватели, что они научились менять, ничего не меняя. Это тоже надо принимать во внимание. То есть они участвуют в проектах, они вроде бы как выполняют вот эти обязательства проекта, но при этом они еще умудряются делать так, чтобы вот показать активную работу, но при этом ничего не делать. Вот такое у нас еще бывает. И третье, это вообще вот такой грустный и смешной случай в моем случае был, когда участники проекта, ну получив уже окончательный отчет об оценке на руки, они очень возмутились, что мое исследование не отвечает методике исследования. То есть они не понимают, они даже вот как, они считают, что наша вот оценка, это же исследование, значит оно должно отвечать методике. Определенным, да, определенным правилам. Если оно не отвечает, значит оно не имеет права на жизнь. И вот если еще, не дай бог, процитировал где-то кого-то из респондентов, оно вообще было не вот в хвалебной форме, а где-то какая-то минимальная критика, это просто такой поток негатива, с которым потом очень сложно справиться. Ну вот такой у меня опыт последних двух оценок. Ну, спасибо, да. Давайте мы завершим про нашу группу разговор. Там вот у Юлии Богдановой еще комментарии на мои слова, что по поводу типа легче с НКО. Она написала, что не легче с НКО. И там есть проблема в том, чтобы как-то обсуждать результаты и так далее. И рассказывать о том, что оценка это не сама по себе важна, а важны результаты этой оценки и последствия этой оценки. Давайте мы на этом, да, да, Елена, пожалуйста. Не, ну я все равно хотела бы отдельно поблагодарить Сергея за представленный пример. Вот, ну по поводу вот показывания результатов. Мне кажется, что даже вот такие примеры для НКО могут показывать, как системы мониторинга могут уменьшать работу организации, повышать эффективность взаимодействия, команды. И это огромное спасибо. И Лариса тоже очень интересное и правильное замечание по поводу объяснения, что такое оценка университетом и преподавателем. Да, Леш, пожалуйста. У меня вопрос. Но мы завершаем уже про НКО, то есть работа молодая. Ну, я про НКО хотел тоже спросить. Ну, университет можно считать, что это НКО? Ну, особо, вот Лариса, нет, но я просто отнес. Ну, ладно, тогда, ну ничего, если я про университет спрошу? Конечно. Надежда, у меня, наверное, к вам вопрос. Я на днях прочел, что в Штатах были названы пять человек, которые изменили систему высшего образования в стране. И в числе этих пятерых один, кто занимался оценкой в сфере образования, развития оценки именно в сфере образования, в вузах в том числе, и в школах, не только в высшие, и в вузах, и в школах. Как вы думаете, какие есть перспективы вообще развития оценки именно образовательных программ, деятельности университетов и так далее? Ну, вопрос сложный. И, честно говоря, я сейчас в перспектив не вижу никаких позитивных. Вот, потому что вся университетская среда, к сожалению, будет выставать и протестовать против адекватных инструментов. Мне кажется, университеты, ну, по крайней мере, в России замучены отчетностью и любые добавки. Не знаю, одна из причин, мне кажется. Почему будут выставать? Ну, просто дело в том, что адекватная оценка будет подталкивать университеты к тому, чтобы взять на себя ответственность за группы результатов, за которые сейчас можно не отвечать. И это будет очень тяжело воспринять. Спасибо. А Лариса вот говорит, что оценку делали проекты для улучшения качества обучения журналистов. В университете, да, Лариса? Примеры есть. Ну, 10 университетов принимало участие в проекте. Это было финансирование Европейского Союза. И, ну, честно говоря, оценка была очень сложной, потому что вот во время этой оценки преподаватели ведущего вуза государственного сказали, что вот меняются, не меняясь. Хотя тоже вот много интересных вещей показала и эта оценка. И, честно говоря, я вот на последней нашей конференции заявила о том, выступала на секции оценка МИО в сфере образования, и я заявила о том, что надо внедрять оценку в работу университетов, не только рассказывать другим, что они что-то хорошо делают или нехорошо, а просто получать обратную связь для того, чтобы улучшить свою работу. Ну, раз уж пошла такая пьянка, можно я два слова скажу? Поскольку я тоже веду курс в вузе, вот продолжая там Алексей Начилов, а я продолжаю в ГППУ в московском, курс по оценке. И вот третий цикл я как бы провел, третий цикл это осенью было. И вы знаете, мы у нас, ну, это модульный курс, там несколько преподавателей, и мы вместе как-то перед этим курсом впервые за вот три года сели и минут, ну, 30, ну, так, час, скажем, поговорили о каких-то вещах, связанных с преподаванием этого курса, поскольку мы все взаимосвязаны. И знаете, третий курс очень позитивно прошел. И я это рассматриваю как маленький такой элемент оценки, но вот я про что говорю, наверное, проще делать локально какие-то вещи. Вот есть магистрская программа, внутри ней есть какой-то курс, где есть там пять человек связанных, и это проходит очень хорошо. Мы очень хорошо все обсудили, и вот мне гораздо комфортнее было свою часть этого модульного курса проводить, потому что я, ну, понимал, да, мы договорились о чем-то по результатам, как бы анализа такого, было очень комфортно. Но действительно в большой системе тяжело очень. Говорить, например, об оценке всего курса я даже в это не пытаюсь, хотя вроде бы, ну, надо, это же про оценку курса. Мы студентов оценки обучаем. Прошу, уважаемые коллеги, спасибо. Какой-то у нас получился по малым группам, и вот про особенностям разных аудиторий, очень такой содержательный разговор и полный, и у нас вообще-то время заканчивается, к сожалению. Я вот хотел спросить Алексея, мы договаривались о том, что у нас вроде еще так, ну, два вопросика маленьких было. Может, мы остановимся, вот как ни парадоксально, на последнее обсуждение, пообсудим, о чем не надо говорить. Вот мы сейчас говорили, как надо подходить, да, к разговору об оценке, а я вот думаю, вот есть ли какие-то по итогам нашего разговора, вот по этим аудиториям разным целевым, есть ли какие-то соображения у вас, от чего не стоит рассказывать об оценке людям, которые пока еще не осведомлены, да, вот мы рассказываем им, но они еще вот, это формируется понимание. Есть ли вещи, про которые вообще не надо говорить? Или чего не надо делать на таких встречах. Или не надо делать на таких встречах, да. С учетом вот всех, может быть, любого опыта, там, взаимодействия с властями, там, с университетами, с НКО, с бизнесом и так далее. Я думаю, ни в коем случае не надо занимать позиции сверху, вне зависимости от того, с кем ты разговариваешь. То есть, важно какая-то такая, ну, нормальная, уважительная позиция, если в терминах психологических, взрослый-взрослый. Женя Алексеева включила камеру, наверное, тоже что-то хочет сказать. Ну, да, я бы хотела тоже сказать, не умничать, ну, простыми словами говорить и делиться своим опытом. И вот мне очень понравилось, кто-то из участников сказал, что сказать собеседнику, ну, вы же делаете эту оценку, вот, например, вы, ну, как-то так вот, показать человеку, что он вообще-то, даже если он ничего не знает, он все равно делает эту оценку, и показать ему, что это очень важно и полезно на его же собственном опыте каком-то. Ну, да, потому что, с другой стороны, оценка – это такое естественное действие, да, по идее. Если мы чем-то управляем, да, то мы, конечно, это правда, это не… Мы, конечно, оцениваем результат свои, там, системный или не системный – другой вопрос, но это хороший заход. А Юлия вот говорит, что не надо рассказывать, что оценка – это панация. Да, и чтобы не было завышенных ожиданий. Вот проведем вам оценочку, и у вас все будет прекрасно. Да, Анастасия, еще что-то может быть? Ну, я не знаю, я бы тоже добавил, мне, конечно, все равно я стою на том, что оценка – это всегда позитивное дело. Вот это люди очень трудно воспринимают, когда ты говоришь, потому что, ну, контроль, да, вот отчетность – это все очень близко. Но я как бы всегда вот стараюсь оценить, что это вообще… Оценка – это интересное, во-первых, дело для всех участников. Интересное, если включаться. А второе – все-таки оно там пользы больше, чем, ну, каких-то негативных последствий. Вот, и настаиваю всегда. И это как-то… Люди верят, кстати, в это. Правда, по-хорошему верят. Может быть, потому что оценка – это естественное дело, и этого не хватает, да, вот, какой-то обратной связи. Действительно, людям не хватает какой-то развернутой обратной связи. И, кстати, вот слова, вот, когда, особенно перед интервью, когда я говорю, что у вас есть возможность обратную связь дать, на самом деле, там, донорам и так далее, это тоже очень хорошо воспринимается, что оценка, если рассказывать об оценке, как о канале двустороннем, да, то есть мы не только там получаем информацию, но еще туда можно что-то свое добавить. И это очень важно. Это как бы важная часть оценки. Хорошо. Ну что, у нас дело к завершению. Давайте будем завершать плавно. Я хочу сказать, да, Леша, пожалуйста. У нас еще один вопрос был, который Володя не озвучил, а я придумал, как нам его озвучить и быстренько пройти. Можно, Володя? Ну давай, у нас есть пять минут, в принципе. Да. Вопрос был такой, что, еще один, какие могут возникать вопросы после рассказа в какой-то аудитории, и к чему надо быть готовыми, чтобы на них ответить. И я просто подумал, давайте я назову, например, три вопроса, и это оставим на размышлениях, и все. Ну хотя бы на один, может быть, ты скажешь, как отвечать? О-о-о, не знаю. Ну, может, кто-нибудь скажет. Ну, первый вопрос такой. А что, собственно, нового вы нам рассказали? Мы ничего нового не услышали. Мы это уже делаем все давно. Но, более того, мы по этому поводу 25 лет назад уже опубликовали две статьи, и вопрос-то закрыт был еще тогда. Это первый вариант. Второй вариант. А нельзя как-то все это попроще? Вот все, что вы рассказываете, это что-то очень как-то все сложно. Вот надо как-то попроще. И третий вопрос такой. А у вас есть вот такая единая четкая методика, которую можно было бы взять и всем по этой методике, вот делать нормально оценку? И как бы не... Да, все. Уважаемые коллеги, на какой вопрос вы хотите получить сейчас ответ из трех? У нас есть... Четыре минуты есть, я считаю, мы можем. Так что, Леш, готовься. Так, ну ладно. Может, на первый? На первый, да? Что мы типа этим уже давно занимаемся и все понимаем. И вообще вопрос закрыт очень давно. Вот, Леш, ну, Женя первый сказал, давай. Так нет. Я же сказал, какие могут быть вопросы. И выбрал не самые простые. И не то, чтобы у меня был на него прям такой ответ. Ну, я точно могу так сказать. Вот когда... Мне такое говорили. Не один раз. И когда мне это говорят, ну, я не имею права не согласиться. То есть, я считаю, что начинать дискутировать в такой ситуации, это последнее дело. Ну, хорошо. Ну, вроде того, молодцы. Я точно не знаю, как сказать, что. Ну, отлично. Я, к сожалению, там статьи не видел, но обязательно прочту. Ну, это истерия, что вот как Марина сказала, надо асфальт же вскапывать. Ну, и здесь получилось, что как-то по поверхности прошло и не зацепилось. Вот и все. Ну, что же делать? Не каждый же раз будет ошеломляющий успех выступления. Ну, и мне тоже кажется, вопрос тут в какой функции ты присутствуешь тоже, да, как отвечать. То есть, что это такое? Это человек, который, предположим, заказчик, да, или человек, который... с которым нужно проводить оценку. Ну, участник оценки. Тоже, мне кажется, очень важный момент. Это добавляет сложности в ответе на эти вопросы. И, похоже, мы сегодня не успеем это пройти. Вот. Нам нужно завершать этот разговор. Уважаемые коллеги, есть, может быть, как два слова. Кто-то все-таки вот не успел поделиться, а хотелось бы поделиться. А то останется... Владимир, можно я скажу? Да, пожалуйста, конечно. Регина, я... Да, Регина, я вижу. Не сразу. Да, скорее всего, это касается не конкретных вопросов, о которых мы сегодня говорили. Наверное, я просто кратко скажу, какая ситуация на сегодняшний день у нас в стране. И если когда-то мы начинали оценку и, скажем так, если, говорит, по десятибальной системе от нуля дошли до шести, до семи, то сейчас мы вернулись максимум к единице. И когда вот сейчас я здесь слушаю, обсуждаются вопросы, как обращаться, в какие организации, с чем идти в МКО, с чем идти в бизнес, с чем идти в правительство, то у нас ситуация следующая. У нас некому идти. У нас, возможно, на всю страну 8-10 оценщиков, которые сохранили себя в профессии, которые стали востребованы, потому что сейчас поднимается спрос. И когда приходят новые проекты, в принципе, проблема найти таких специалистов. И поэтому, наверное, такое, если есть что-то и можно совместно или как-то можно наших людей подключить к каким-то вашим программам или что-то делать у нас, у нас сейчас поле непаханное, добро пожаловать. Регина, ну, обращайтесь. Мы вроде, вот, у нас клуб-то такой вот сложился. Мы даже не называли его международным, но просто вот есть пространство, где можно обсуждать. Да, я вот первый раз получила приглашение и сразу присоединилась. Если кто не успел услышать, Регина из Узбекистана. Да. И это приглашение было в Узбекистан, коллеги, если что. Ну да, я еще раз напоминаю, у нас есть группа проектирования и оценка, где мы сообщаем информацию об этом клубе на Фейсбуке. Вступайте, пожалуйста. И мы вообще открыты. Все открыты к сотрудничеству взаимному. Я, например, испытываю просто удовольствие от того, что люди из разных стран, и вот снова мы встретились, и пришли, и обсуждаем. И мне кажется, еще интереснее, чем было раньше. С каждым разом все интереснее и интереснее. Спасибо, уважаемые коллеги, за участие. Я напоминаю, что, Регина, к вам особенно. Следующая встреча клуба у нас 10 февраля с 11 до 12.30, как минимум, московского времени, да, и информацию об этом теперь, поскольку вы получили информацию, она будет распространяться. Следите за этим или обращайтесь лично. Ко мне тоже лично обращаются как бы заседанием клуба. Я всегда отвечаю на эти вопросы. Вот. Будем встречаться дальше. Ну, а насчет темы у нас все время как-то получается так, что мы сюрпризы какие-то готовим. Может быть, мы пока сохраним это, да. У нас не очень получается какую-то общую тему вот по исследованиям найти. Ну, пока двигаемся в сторону сюрпризов. Но если у вас будут какие-то предложения, пожалуйста, мы обязательно их рассмотрим. Потому что наше решение о тематике, оно такое синтетическое, да. Мы как-то из воздуха это все берем. Ну, и, конечно, из того, что нам интересно. Вот. А если вам что-то интересно особенное, пожалуйста, давайте будем рассматривать такие предложения. Татьяна Зальцин спрашивает, будет ли запись встречи. Да, Татьяна, она будет. И будет размещена также ссылочка в группе в нашей проектировании оценка в социальной сфере. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что пока мы просто по рассылке, оно приходило тем, кто зарегистрировался это заседание. Но, наверное, надо уже практику такой более открытой, и выкладывать просто ссылки в группе. Мы в группе тоже размещаем. И предыдущие были. Да. Ну, не всегда. Тут немножко наладим. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. И удачи. Спасибо большое. До свидания. Рады видеть вас. Взаимно. Взаимно. Спасибо всем большое. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...